всем большой привет вы снова на моем канале канала рукоделие и сегодня у меня есть что показать вам из того что я закончила завершила это вышивальная работа вязальный проект вот и я хотела бы с вами поделиться событием которое произошло так скажем случилось с моей вышивкой которую я недавно заказала на алиэкспресс от joy sunday но обо всем по порядку первое что я хотела бы вам показать это завершенный вязальный проект это вот такой мешок я думала сначала сделать это действительно как мешок вот у него вот здесь я связала такой кружок так как нижнюю часть мешка и это самая простая вязка и вот здесь такие ромашки небольшие сначала я вот уже туда как бы я положила пряжу белую но потом я подумала что это может быть отличная подушка потому что у меня муж все спрашивает когда же я сделаю подушку для нашего дивана у нас есть подушки но они тоже как бы кожаные они шли в комплекте к дивану когда покупали и он очень хочет чтобы я очень хотел чтобы я связала подушку вот как мои вязальные до подушки и я подумала что действительно почему не сделать вот это как подушка или под шею или под голову неважно я думаю что у меня найдется какая-то ткань да чтобы внутрь сделать положить набивку и это все как по оформить как подушку но проблема заключается в том что здесь вот эти дырки и как бы эта подушка должна быть тканевая внутри поэтому я искала вот подходящую белую ткань или серую ткань чтобы сделать подушку и уже внутри ткани уже положить набивку но я думаю я с этой задачей справлюсь и вот будет вот такая подушка дальше что я хотела бы вам показать это будет завершенный мой вышивальный маленький маленький проект это елочная игрушка которую мне так скажем пришло в голову вышивать сейчас но появилось время поэтому появилось желание вышить какой-то маленький быстрый проект и я вышла вот такого оленя Рудольфа я его полностью закончила весь бэкстич я закончила елочку такой вот получился Рудольф и я скорее всего я уже так подумала скорее всего фон я не буду делать я просто его вырежу по контуру конечно вот это все я смою это ручка да которая смывается для рукоделия вот и потом я сделаю елочную игрушку с него вот такой маленький проект мне очень нравится на этой ткани делать такие маленькие вышивальные проекты новогодние игрушки или другие какие-то небольшие вышивки здесь 14 или 16 каунт и он как раз подходит он мелкий он как раз подходит для маленьких вышивок мне очень нравится вот если вот так смотреть то вот здесь вот я вот эту всю ткань которая до вырезана я ее использовала для новогодних игрушек на вот это рождество которое было и буду наверное еще вышью парочку потому что я скачала вообще схемы эти в кростич саги очень кстати удобно вышивать по кростич саги и все свои новогодние игрушки на елку я вышла по кростич саги именно вот с этими оленями там была как бы серия и и я их наверное штук шесть или восемь этих оленей но я думаю что я вышью может быть один еще или два оленя посмотрим и будут у меня такая вот небольшая маленькая серия к следующему рождеству и хотела вам показать что же случилось с моей вышивкой случилось несчастье моя вышивка сейчас выглядит чтобы понимали всю трагедию моя вышивка выглядит вот так вот с изнаночной стороны это прекрасное радужное пятно по случайности появилась благодаря моему мужу который пролил на эту вот исчезающую схему от джойсанды он пролил воду нечаянно и вот как выглядит схема с лицевой стороны я вам сейчас покажу наиболее вот те значки значки которые практически полностью смешались ну вот здесь вот например здесь непонятно то есть видно что это синий какой-то значок желтый какой-то значок непонятно какой а дальше вот здесь наиболее всего пострадали вот эти значки и вот здесь так вот у меня все это смылось пятно идет вот сюда так вот у нас ну и в общем все здесь так конкретно смылось и знаете я сначала я конечно очень расстроилась я даже плакала муж у меня бегал вокруг утешал и говорил давай мы сейчас прям закажем новую схему новую вышивку но я решила этого не делать потому что я уже так много вышла здесь ну мне кажется что я достаточно очень вышла мне жалко то что я вышла мне жалко это или выкидывать или куда-то или смывать полностью да и использовать эту канву для каких-то других проектов мне жалко это делать и поэтому я решила продолжать вышивать тем более у меня схема да на бумаге есть но вопрос который мне не дает покоя что вот здесь вот у меня ниточки а я вышивала как бы они такого очень светлого цвета некоторые из них вообще белые светло-серые светло-голубые и дело в том что вот эта химическая краска она попала на вот эти ниточки и проблема в том что мне мне как бы терзает страх что эта краска она с ниточек самих вдруг не смоется потому что когда я буду уже вымывать эту краску да смывать второй раз замачивать не будет ли такого что вот после первого раза она как-нибудь въестся прям да в нитке или в канву или вот это потому что как бы вот эти химикаты в краске они смешаются и есть у меня вот такой вот страх что вдруг это все не смоется с тех ниток которые имеют такой вот красивый светлый цвет вот так вот такие вот дела друзья поэтому для тех кто вышивает по схеме нанесенной на канву я настоятельно рекомендую вышивать очень осторожно смотреть чтобы не было рядом никогда ни воды ни соков ничего но дело в том что знаете это не первая моя вышивка с схемой нарисованной на канве нанесенной на канве и у меня уже была до этого схема и я и пила и ела так скажем около нее и ничего не происходило и вот сейчас долгожданный как бы мой проект долгожданная вышивка и случилось вот такое несчастье с этим но муж у меня жив остался после этого я его поняла и простила он очень расстроился тоже очень переживал и он до сих пор просит у меня прощение хотя вот это случилось дня наверное три назад ну что ж поделать бывают вот такие тоже моменты в жизни неприятные но знаете плюс в том что не вся схема смылась и плюс в том что я не выкинула бумажную схему то есть она у меня еще есть я по ней могу вышивать я думаю что сначала вышью вот эти вот как бы смытые смытые участки и потом уже начну вышивать нормальные участки потому что я подумала что если вдруг я сейчас продолжу вышивать неповреди непреврежденные участки я их вышью и потом я вообще забью на эту вышивку и я решила сначала вышить то что сложно да я всегда если честно в своей жизни предпочитаю делать сначала то что сложнее всего делать а потом уже как бы могу на расслабоне делать то что полегче так я и поступлю вот с этой вышивкой тем не менее она мне продолжает нравиться я продолжаю ее вышивать я очень хочу ее вышить и закончить и еще наверное это будет в следующем видео я хочу посчитать это будет первый опыт в моей жизни рукодельной я хочу посчитать сколько в одной ниточке я делаю крестиков мне кажется что вышивальщицы они первым делом это считают замечают но для меня как-то это было не особо важно пока я не начала много вышивать и вот сейчас мне интересно сколько же я вышиваю потому что я вышиваю достаточно много ниточек за день и мне кажется что вот я знаете подсмотрела так скажем такой трюк у блогера Татьяны стич это мой самый любимый любимый блогер и с нее началась кстати моя любовь к вышивке и к конвес нанесенным рисунком нанесенной схемой и она в своем видео сказала что в конце дня она подсчитывает количество хвостиков оставшихся от ниточек и таким образом зная сколько в одной ниточке она делает крестиков да вышивает она таким образом знает примерное количество крестиков которые она вышивает каждый день и мне эта идея очень понравилась я буду делать также спасибо большое за такую великолепную идею потому что я так сначала когда я пыталась уже подсчитывать и что-то как-то у меня не очень получалось потому что я каждый раз считала начинала считать снова и потом я вышиваю вышиваю уже забыла уже не считаю в общем это как-то мероприятие мне не удавалось завершить до конца но я выберу какой-нибудь какой-нибудь участок например вот этот вот и я его вышью посчитаю сколько в одной ниточке у меня крестиков выходит на таких промежутках на таких участках мне кажется что лучше считать и примерно я узнаю какое количество я вышиваю в хорошем темпе без каких-либо препятствий на вышивке без переходов без ничего либо поэтому я обязательно осуществлю эту идею и скорее всего в следующем видео мы с вами будем вместе это делать и я с вами поделюсь моими так скажем темпами в вышивке вот такие пироги я я рада что у меня все-таки несмотря на вот да эта проблема с вышивкой я рада что все-таки у меня после того что я была очень расстроена все-таки у меня осталось желание вышивать потому что мне уж очень нравится эта вышивка уж очень нравится эта картинка и я думаю что на будущее я выучила этот урок у меня просто знаете как это произошло да просто у меня стояло стакан на столе и вышивка лежала на стуле и муж нечаянно как бы сбил этот стакан на стул на вышивку и у меня еще интересно что вот эта палетка да с с ниточками она тоже начала чуть-чуть подвецветать то есть краски смылись например там идет идут номера 41 42 43 42 полностью выцвала вот то есть не сами ниточки а на палетке вот эти номера но ничего страшного считать я умею поэтому я справлюсь с этим хорошо что пропущены там какие-то вот именно одиночные цифры там 41 или там 5 то есть по логике можно догадаться какой это номер это хорошо что не вся палетка полностью выцвела вот так что есть и плюсы и минусах и я желаю вам находить плюсы во всем и желаю вам красивых вышивальных вязальных и всех-всех красивых проектов и хорошего здоровья спасибо за просмотр этого видео и увидимся в следующем пока пока